Не заключайте договор, явно скачанный с интернета. Не работайте без договора, это даже не обсуждается, потому что никто потом никому ничего не докажет. Договор можно заключать как с физическим лицом, так и с юридическим, ИП, ООО, в общем, это уже на усмотрение. Я всем рекомендую заключать служебный договор, то есть это договор на исполнение. Вы можете режиссера как бы взять по трудовому договору на исполнение определенной роли, что вот он пришел к вам, он снял для вас клип, и сразу все права, естественно, по клипу переходят к вам. Служебное произведение и трудовой договор. В случае работы, выполненной по найму, работодатель или другое лицо, для которого была подготовлена работа, считается автором. И владеет всеми правами. Все материалы, которые созданы, они остаются у вас. Поэтому служебный договор, музыкальная индустрия, съемка музыкальных клипов – это очень хорошая и удобная форма взаимодействия с подрядчиками. Все этапы предпродакшена необходимо обязательно утверждать в письменном виде. Вот вы разработали креатив, утвердили, значит, концепцию, утвердили, там, синопсис, потом утвердили тритмент режиссерский, потом утвердили полностью сценарий, режиссерский сценарий. И таким образом вы избежите того, что, ну, каких-то недопониманий, недоговоренностей у вас будет все четко, поэтапно, все оговорено, и вы получите именно тот продукт, который, в принципе, хотите, да, о котором вы договаривались, в договоре письменном. Потому что часто бывает, люди там ругаются, а вот это я представлял не так, а я вот так, мы договаривались не об этом, мы говорили. То кому что говорил, это все, конечно, круто, мы можем очень долго дружить, общаться. Но вот такие вот вещи, как неписьменные договоренности, могут подорвать все, в принципе, вашу дружбу. Если вы снимаете видео ковера, то на YouTube разработана система Content ID, которая занимается этим вопросом. Система распознает оригиналы, по которым сняты ковер-версии, и об этом обязательно уведомляет издателя. И, собственно, издатель сам решает, что потом делать с этим видео, с этим кавером. Он может его монетизировать, он может запретить к нему доступ, да что угодно. Внимательнее с этим моментом. В общем, по коверам есть отдельная история, там можно указывать авторов. Лучше всего написать автору отдельно, сказать, дорогой друг, вот смотри, мы сделали вот такой кавер классный, и хотим снять на него видео. Что ты скажешь? Тоже рабочий момент. Поэтому, как бы, не стоит в кавер-видео вкладывать большие деньги без договоренности с правообладателем. Есть хорошие кейсы, к примеру, хайп на песни Замбе. Пожалуйста, премьер. Ребята очень круто спели. На мой взгляд, они спели даже интереснее. Но это, опять же, субъективное мнение. Послушайте, посмотрите. Классный кавер набрал кучу просмотров. Обязательно каждый артист, модель, танцор в вашем видео должны подписать отказ от прав. Это даже не обговаривается. Все, кто в вашем видео, даже на заднем фоне, все должны подписать отказ от прав. Иначе кому-то что-то не понравится, не понравился клип, и в дальнейшем вы не сможете, либо вам придется вырезать человека, либо вы вообще не сможете использовать ваш клип. Такой договор, отказ от прав на одном листочке. Суть его, в принципе, проста. Это передача прав снимающейся артисту или лейблу на дальнейшее использование видеозаписи и ее частей. Я, конечно, понимаю, что вот эта юридическая сторона, она такая немного может быть и муторная, и под нее можно заснуть, но в целом это очень важный момент, на который забивает кучу людей, и потом у многих бывают проблемы. Также важно с актерами подписывается отдельный договор, особенно если эти актеры представляют в клипе какой-то коммерческий продукт. Это как раз говорится о продакт-плейсменте. Пожалуйста, вам пример музыкального клипа, где интегрирована реклама KFC. Если актеры у вас играют какие-то эротические сцены, то обязательно это должно быть оговорено в договоре или подписывается дополнительное соглашение на согласие, участие в эротических сценах. Когда вот именно такие вот откровенные сцены в клипе и на ютубе, их стоит избегать. Вы можете использовать это, конечно, в кино, там, кинотеатрах и так далее, никто их не заблокирует, есть разные фильмы, 18+, и тому подобное, но все-таки с клипами нужно быть поосторожнее, с этими всеми сексуальными сценами, открытой грудью, писей, попой и тому подобное. Между артистом и лейблом в договоре закреплено право лейбла использовать видео в любых рекламных или коммерческих целях. В принципе, это любой артист должен понимать и знать, ну и смотреть вообще договор, который он подписывает с музыкальным изданием. Если сам инди-исполнитель появляется в видео, очевидно, что ему, собственно, не нужно подписывать отказ от прав для своей работы. Массовка. Аудитория в общественном месте. Если лица узнаваемые, которые снимаются, обязательно надо подписывать отказ от прав. Если эти люди не хотят подписывать документ, значит, старайтесь избегать их крупных планов. Вы потом в дальнейшем сможете использовать свою работу. Если вы ведете видеозапись на концерте, снимаете какую-то часть музыкального клипа на своем выступлении, то обязательно огораживайте зону, вставьте видимые знаки, где написано, что проходя вот эту зону, вы даете свое добровольное согласие на то, что ваше лицо, тут ведется видеозапись, будет использована там музыкальным клипе. Но при этом все крупные планы людей, где вот прям крупно берете лицо, крупно узнаваемый человек, обязательно его нужно будет потом вылавливать и, собственно, подписывать. Желательно по максимуму это делать. Либо вообще избегать крупных планов. Значит, отказ от прав, связанных с местом проведения съемок. Такие места, как рестораны, бары, могут потребовать плату, естественно, за то, что вы снимаете у них. Все места общественные, в принципе, спокойно приезжайте, снимайте. Но сейчас все жестче и жестче. Например, в Москве, даже в парках, если тебя видят с большой камерой, приходят и говорят о том, что нужно обязательно у администрации получить разрешение на съемку. Но, конечно же, когда у вас много света, везде нужно получать разрешение на съемку. Если общественная достопримечательность является второстепенной по отношению к действию, там, видео, да, вы там снимаете, она где-то промелькнула, ну, ничего страшного, ничего подписывать не надо. Но если вы снимаете перед хошок каким-то известным местом, клубом, баром, там, логотип, супер постройка красивая, и она сразу узнаваема, и вы только на ней, на айфоне ее снимаете, то в целом у вас могут возникнуть сложности. Поэтому надо подписывать, опять же, договор и отказ от прав, а то, что вы можете использовать материал уже там в клипе, отснятый на фоне этого здания, или бар, или ресторан. Товарные знаки в музыкальных клипах. Есть такое понятие, как пренебрежение к товарному знаку. Злономерное и заведомо необоснованное порочение товаров. Снимите целый клип в костюме Adidas или еще что-то, в каком-то там Puma, и будете делать что-то, что им не понравится. И, в принципе, ваш клип могут закрыть и на канале, и на YouTube, и они имеют право. Поэтому я рекомендую вообще избегать каких-то фирм, товарных знаков, любых лейблов, все это блюрить, либо вообще не использовать, если с ними нет какого-то контракта. Ну и в целом, если вы выйдете в одном Adidas, я не знаю, там, или, опять же, в Nike, еще там, в Gucci, и будете сниматься весь клип, то люди подумают, что вам за этот клип как раз они и проплатили. Нужно иметь обязательно в виду, что если в клипе какой-то бренд показан в никотинном контексте, это может в итоге привести к необходимости вообще вносить изменения потом в клип. А если он у вас уже крутится на канале? А если он у вас уже набрал 10 миллионов просмотров? И ведь дело в том, что пока не заметили, окей, ну посмотрело миллион человек, ну два, ну так себе, а вдруг он стал популярным, ну уху посмотрело 30 миллионов человек, его не пойми, что там сделали. И вам бренд может предъявить иск достаточно на большие деньги. Ну, я думаю, что это никому не надо. Так же оскорбление прав верующих. Ну, вы все знаете, да, наверное, сейчас эту статью, особенно в России, поэтому тоже аккуратнее с этой темой. Конечно, если вы такой прям супер-супер активист или анархист, да, пробуйте, делайте. На все на страх и риск. Просто имейте в виду, что есть вероятность того, что ваш клип закроют, запретят. У меня был, скажем так, опыт, когда я только начинал, я снял несколько политических клипов. Я сейчас не буду говорить, что это за клипы. Собственно, это было. И у меня закрыли мой YouTube-канал еще тогда. И меня чуть не посадили. Произведения искусства и другие защищенные авторским правом работы. Лучше всего, друзья, избегать и не использовать какие-то материалы, узнаваемые картины, охраняя его авторским правом. Здесь у вас там висит картина какого-то узнаваемого художника. Он может вам предъявить чужие видеоматериалы. Это когда у вас телевизор, и там на фоне идет чужое видео. За это все вам могут предъявить. Если вы не хотите проблем, лучше этого не использовать. Либо, если вы это использовать, сразу договориться с правовладателями. Либо это на свой страх и риск. Все то, что я вам сейчас рассказываю, это нудная, тяжелая тема, особенно юридических моментов. Она позволит вам в дальнейшем избежать головной боли и сэкономить средства. Значит, один из популярных музыкантов разошелся со своей подругой. На фоне этого расставания написал грустную песню и решил снять на нее клип. А в клипе использовал ее изображение. И взял из социальной сети, что-то там он поиспользовал. Она это увидела, подала на него в суд. И я скажу, во-первых, она заработала денег, а во-вторых, добилась того, что клип закрыли, сняли с ротации. Еще один маленький юридический момент. Если вы не хотите, чтобы члены команды, которые снимают вам клип, без вашего ведома рассказывали о съемке, показывали какие-то нюансы, бэкстейджи и так далее, в принципе, стоит с продакшеном или с режиссером подписать договор о неразглашении, МДА. Если вы делаете промо уже до того, как вы снимаете клип, вам, в принципе, договор о неразглашении не нужен. Потому что, наоборот, будет круто, когда режиссер, друзья, всесемочная команда всех отмечают, они там фотографируют. Все это разлетается в социальных сетях, все знают, что скоро выйдет ваш лип. Это супер. Но если вы не хотите, чтобы выходил какой-то бэкстейдж и кто-то без вашего ведома выкладывал материалы со съемок до того, как появится клип, то стоит с режиссером или с продакшеном подписать договор о неразглашении. И тогда любой, кто захочет выложить видео со съемок, должен будет обязательно спросить у вас разрешение. И вы будете в этом плане спокойны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!